Выходит, что отличие от велосипедной поездки только в том, что если на велосипеде ты проезжаешь 200 в день и устаешь, здесь ты проезжаешь 600 в день и устаешь. Экономии здесь нет никакой, судя из увиденных вчера цен на билеты, учитывая, что это я посчитал только первый день. Вон стоит мой бич, сегодня я хочу проехать 600 километров. Вчера вечером перед сном строил себе оптимальные маршруты, докуда я могу доехать, исходя из примерно 600 километров в день и решил поехать в свой любимый Новый Свет в Крыму. Получается 1210 километров. Очень-очень и очень красивый хостел с очень приятным обслуживанием. Чистенький, новый. Сегодня на весь день обещают дожди и это не очень приятно знать. Вон та заправка Татнефть, на которой я вчера хотел остановиться, до которой не доехал. Она находится километрах 20-30 от Воронежа. Ребят, кто знает, скажите, на будущее есть ли там душ? Охереть расход, если класть стрелку на 60 и ехать так очень долго. Заправил полный бак 30 километров назад. Учитывая, что раньше до такого стрелка опускалась, ну, километров за 100. Ребята, пункт оплаты впереди. Ну что, попробуем, как меня вчера женщина научила. Я не говорю, что теперь буду делать так постоянно, но попробовать хочется. Более того, я даже понимаю необходимость оплаты за этот сервис, потому что вчера я им воспользовался, когда ко мне приехал аварийный комиссар. Я сделал, но все не так. Я мог бы раскочить перед Ауди, но я тогда понимаю, что перед ней бы закрыл шлагбаум. Ну, короче, в теории там, правда, два разрывных шлагбаума и между ними есть расстояние для мотоцикла. Надо попробовать еще раз. В смысле? Какого хрена? Здорово. Здорово. Домой тут еду, я тебя спрашивал, что где-то, и ты что-то не ответил. Офигеть, Дима. Во-первых, это чувак из моей платной группы, из сообщества в Телеграме. А во-вторых, мы с ним ездили на Мурманское на великах. Время пол первого, сейчас будет мой первый завтрак, потому что я из Воронежа выехал какими-то странными путями. И сразу меня вывело на платку. Подведем итоги настроения на сегодняшний день. Мне сегодня нужно будет проехать 600 километров, так же, как и вчера, в принципе. Ну, вчера я за весь день приключений немного не дотянул. Наверное, буду больше гнать. Ехать буду 50-60. И намного-намного-намного-намного меньше останавливаться. Из радости есть одно. То, что сегодня, если я перееду Ростов, я уже буду совершенно в другой полосе. То есть там уже такой будет народ, добрый, сеха и наней, в воздухе пахнет шашлыками и более теплый климат. Потому что смотрел по погоде туда, южнее-южнее в сторону Крыма, там все 31-32, солнце-солнце-солнце. Не всегда я буду класть на 60 стрелку, потому что, мне кажется, от этого очень грустно становится мопеду. При таком раскладе 600 километров я проезжаю за 12 часов. Примерно полтинник у меня уже за плечами. Радует и бодрит меня только одно. Но с каждой минутой, с каждым километром я становлюсь ближе и ближе, ближе к своему самому любимому месту на планете. Я обязательно покажу вам, вы просто сойдете с ума. Приятного аппетита, если сейчас тоже кто-то кушает. Типа отель. Прикольно. Это было бы, кстати, очень удобно. А вот цены есть, нифига неудобно. Я думал, просто, знаешь, какие-нибудь капсульные койки, чисто на пару часов. Здесь нет полноценной номера. Я сейчас буду ехать немножечко медленнее, чем ехал до этого, потому что сейчас почему-то полбака бензина мне хватило на 50 километров. А до следующей заправки 42, и у меня ровно полбака. Все, живем, можно снова хуярить на полную. Как раз настало время остановки, и рядышком есть красивое место. По-моему, это первый раз за всю трассу, когда появляется прям очень красивый сосновый лес. Ты сюда въезжаешь, и прям сшибает запахи в нос. Пойдемте, покажу. Я сколько раз проезжал мимо него, то на велосипеде, то еще на чем-то. Блин, этот кеш-то жестоко. Не обращайте на это внимание. И на это, и на это. Ну, зайдем поглубже. Лучше смотрите на меня. Сколько бы раз я мимо него не проезжал, мне всегда в нем так тянуло остановиться в палатке. Ай, вы даже не представляете, как он пахнет. Не знаю, почему я когда выезжал из дома, я взял с собой всего лишь одну пару длинных носок. Она была на мне, которую я вчера постирал. Разумеется, они мокрые. Надо пути их перекладывать, чтобы они в рюкзаке вот так вот просыхали. Потому что к вечеру придется в них виздеть свои ноги. Потому что когда едешь в коротких носках, и вот сюда либо стягает дождь, либо задувает ледяной ветер, сильно подбешивает. Хороший был лес, но еще три года назад, войдя в него на первый метр, даже прям вот у его окраина не было мусора. А сейчас я прошел метров на 50 вглубь, все засрано, все в бутылках, в пакетах. Крым, 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 начало Крыма! Обожаю это слово. А сейчас видео не для слабонервных. А точнее, не для слабонервных, оно будет вечером, когда я покажу мясо. Снова платный проезд. Я опять попробую проехать его бесплатно. Ну так, чисто потому, что в предыдущий раз ничего не получилось нормально. Ну и, ребят, мне надо отбить колесо. И промашку с отелем. Ряд, в который мне нужно было попасть, правый крайний, он занят, фу раздает назад. Можно. Сейчас будет очень красивое место. Я не знаю, почему, но для меня юг начинается именно отсюда. Именно после этих неровностей, перепадов высот. Вот именно отсюда начинаются совершенно другие запахи. Именно после этого спуска солнце становится больше, и оно светит ярче. Блин, ну я не знаю, совестно мне как-то ехать дальше бесплатно. Я еду по дороге, мне надо за нее платить. Ее построили для того, чтобы за нее платили. Надо заплатить. Попал, как назло, в самый дорогой проезд. Сейчас 200 или 240. Какой кайф ехать по тенечку. А вот сейчас ссыкотно. До следующей заправки 45 километров. Очигеть, пенс был почти на нуля. Заправил вон прям под горнышко. Всего 23,40. Прикупил себе шмотки на вечер. А то ладошки вчера отмерзали. Что-то я не понимаю, так все нормально шло. Зашел в заправку. Протрачал там, казалось бы, час. Пока поел, пока стрим провел. И время полседьмого. Как так-то? Хотя я проехал что-то типа 250. 250 мне еще до хорошей столовой. С остановками это 7 часов. А сейчас, грубо говоря, полседьмого. А от нее, чтобы мне не выбиваться из графика, мне надо еще проехать 100. Чтобы на следующий день осталось также 600. И сейчас уже будет скоро холодать. Холодать это хорошо. На мопеде можно вкручивать. Переход в зимний режим. Сейчас опять вынужден стоять на заправке, пережидать дождик. Больше всего не хочется в холодную ночь въезжать мокрым. Я представляю себе вчерашний холод, но если в нем оказаться мокрым, осмысленно, добровольно выезжаю в темноту, в дождь. Я же попробую сделать это, то, что надо было сделать раньше. Не спрашивайте, почему я не делал этого раньше. В принципе, можно ехать в ней. Из неудобства то, что вот эти вот лямки надо пристегивать к рулю. А? Чего? Ну да. Ну да. А сколько у вас? 50 тысяч. 50 тысяч? А как она называется? Синдром Сметкина. Ну да. Ну, моя фамилия. Давай, не вопрос. Из минусов то, что когда едешь на велике в этой штуке, создается большая парусность. Но сейчас для меня это не играет никакой роли. И под ней образовывается невероятная баня. Я бы хотел, чтобы она накрыла коленки. А, ну я буду высовывать руки. Но если она будет вот так, то снизу и здесь все будет задувать. Самое главное, чтобы она не прикипела к глушаку и не намоталась на колесо. Слушай, а для мопеда она как будто бы даже лучше подходит, чем для велика. Я не вижу, как там дела сзади. Ну, в принципе, сзади, из-под этого паруса весь жар выходит. Трудно ехать ночью. Скорость с моментами опускается до 20 км в час, потому что видимости никакой. Голубь ровно, чем видит, лучше, чем я. Ну, чуть похоже, чем это вижу я. Например, вот так. В препятствии я вижу, когда его освещает машина. Вот это. Для меня уже препятствие, потому что я не знаю, что там. И когда передо мной даже хотя бы в 5 метрах появляется трещинка, не то что объехать, я не успеваю даже жопу поджать. Время сейчас еще даже не 10 вечера. Подытожу ситуацию по дождевику. В прошлом году, когда мы с Димой ехали до Мурманска, я его брал с собой и высказал о нем не очень положительное мнение. Когда с велика слазишь, постоянно забываешь, что он пристегнутый. Он постоянно выкорчевывает руль. Под ним становилось очень жарко. Сзади, из-под колеса, под него залетала вода на спину. Но сейчас это лучшая идея, которая мне пришла в голову, чтобы взять его. Это Декатлон, цена вопроса 600 рублей, по-моему. О, кстати, вот здесь видно мои стекла. Ладно, у меня легкий перекур, протирание очков и двигаюсь дальше. Кстати, я вижу в Гоупро, что там офигительный заказ, да? Я знаю, что я сделаю. Я достану носочек. Из позавчерашней утренней недосохшей партии вложу его рядом с рулем и буду протирать им очки. Трогаемся. Вот только с такой скоростью оптимально ехать. Важное замечание. На заправках Роснефть не продают меньше двух литров. Я попал в какую-то в аномальную дыру. 850 километров еще. Типа я за сегодня проехал 350. Мне этот трип нужно завершить завтра в 12 ночи. О, сегодня в 12 ночи. О, через 23 часа 30 минут. За 12 часов я проезжаю 200 километров. А Каменск-Шахтинский хорош. Ну что, это моя обочина. За ней дорога. Здесь были кусочки. Вот он, апофеоз моего сегодняшнего дня, который должен был быть половиной пути. Я сейчас там такой обстрел пережил, ребята. Там всегда какая-то беда с асфальтом. Он просто вот, ну, как будто был жидкий, как блин на сковороде растекся, и его выдавили к краю сковородки. Без шуток он в некоторых местах составляет глубину и высоту по колено. И видно, что разметка такая тоже упнула с асфальта. Я сегодня ехал к этому месту очень-очень долго. И у меня на него были надежды такие же, невероятно огромные, как вчера на заправку тот нефть. Ну, прикиньте, смотри, что. С нулей до семи работаем на вынос. Я думал, здесь сейчас пару часиков кимарнуть. Как минимум, я бы залагал надежду на это место, чтобы зарядить технику. У меня прям все на подсосе. Забираю свои слова про этот желез обратно. И хочу сказать слова еще ярче, еще круче про него. Ребята, в нем так тепло, он меня так спасал. Я понимаю, что я бы сейчас без него опять бы задубел. Потому что, когда вот едешь, там высовываю рук, чтобы достать GoPro. И чувствую, как пипец в руке холодно. И чувствую, как прям жар из меня выходит. И прям, фух, приходит холод. Охренеть. Я не понимаю, почему я никак не могу преодолеть это расстояние. Эти расстояния. Я на велосипеде ехал сутки. Я на велосипеде ехал 29 часов. 400 километров, 450 километров. Здесь, да, пускай 900, но всего лишь в два раза больше, чем на велосипеде. Неужели я их не могу преодолеть в два раза быстрее? Ведь я здесь сижу. Си, сука, жу. Ладно, сейчас через пару часов будет светло. И как раз через пару часов я буду в Ростове. Боже, как я люблю Ростов. Вы бы знали, там до сих пор можно встретить в парках парочки. Мальчик с девочкой, целующиеся и сидящие на коленках друг у друга. Все, уже речь не идет о сегодняшнем и завтрашнем дне. Это все один большой длинный день. Пойду попрошу работниц поставить телефон на зарядку. Мне нужно в этот парк. Я тут такую интересную фигню, себя на велике, на мопеде заметил. Что-то у него обуссалось. Вот этого не было и оно скользкое и маслянистое. Я не могу понять, что это вообще может быть. Течет, наверное, сверху. Но тормоза все есть. Если это тормозуха, ну типа что это могло быть масло из вилки. Тогда вряд ли потекло так сверху. Что там может быть-то вообще? Я надеюсь, в этот парк можно попасть. В смысле, я в нем уже. Надеюсь, в нем можно находиться. Здесь уборщики убираются. Просто то, что я сейчас вижу перед собой, я бы здесь даже чуть-чуть сдремнул. Парк, лавочки, турники. Это что, это типа хоббитон? Да ладно, серьезно. Гамаки есть, ребята. Тут есть гамаки. Смотрите, как классное место полазить и одно из этих двух штук я хочу сейчас воспользоваться. Или гамаками. Я не могу поверить, что это правда. Опять меня очень-очень сильно разогрело. Зашел только как ватный. Мопед стоит. Я переживал, что его не будет. Сейчас нужно насквозь проехать Ростов. И за городом уже буду, наверное, переодеваться, писать, сануваться, чистить зубы. Вау, нифига. Начинается вечная херня. Приехал на заправку. Думал на ней на дно. Сейчас сделаю все. Заряжу технику, умоюсь, переоденусь, позавтракаю, почищу зубы. В итоге розетки здесь не работают. Еды здесь толком нет. Привести себя в порядок практически невозможно, потому что один туалет, соответственно, постоянно кто-то ломится сзади в дверь. Из всех дел я заправил мотик и переодел майку. Еду до следующей заправки, на которой теперь все вот это нужно же сделать. Так много машин стоит, перегретых по обочине. Сегодня жара, конечно, превзошла все. Пришлось даже надеть шорты. Разумеется, их надо было надеть еще раньше. Но я так не хочу сгорать. Когда мимо проезжают фуры, такое ощущение, когда ты руку проносишь над кипящим чайником. А это как будто ты все тело пронес над чайником. Жарко как бы не чуть-чуть, а жарко невыносимо. Как будто ты все время в бане. Все, я никак не могу преодолеть эти 76 километров платной дороги. Потому что я как ни посмотрю на мотоцикл, у меня все время стрелка лежит на 60. Я думаю, блядь, сбрасывать скорость! Хочу уже скорее свернуть направо, на Ленинградская, по-моему, Каневская. Там хотя бы начинаются извилистые дорожки, магазинчики. Там не будет получаться держать максимальную скорость. Однополосные дороги. И это, кстати, место, откуда для меня начинается юг, версия 2.0. Вот там прям вообще сейчас будет все колоритно. Там бабушки будут сидеть с черешней, с клубникой. Собаки бегать, деревья вдоль дороги. Я хотел показать, что сейчас плюс 35 градусов. Съехал только что с трассы, и сейчас начнется совсем новая часть пути. Такая местность, в которой лучше проехать до ночи. Ну, разумеется, если ты на мотоцикле или на велосипеде. Потому что ночью здесь куча всякой живности. Вболзают собаки, змеи на дорогу. Огромные какие-то стрекозы, птицы путаются в волосах. Причем это реальная история. Кругом слева-справа болото. Все дороги усыпаны раздавленными черепахами. Такое неприятное зрелище, передавленные панцири. И все болота кишат жабами.